Продолжение следует... 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 в мыслях и представлениях наших учителей зависит будущее, по большому счету, будущее нашей страны. Спасибо. Спасибо, Елена Геннадьевна. Александр Михайлович. Уважаемые коллеги, добрый день. Я постараюсь не повторяться. Мне кажется, что одна из проблем заключается не в рациональном использовании ресурсов большого научно-педагогического сообщества. У нас действительно большая армия. Мы занимаемся во многом часто локальными проблемами и не получаем вот тех больших эффектов от большой научно-исследовательской работы. Связано с этим проблемой... Это, по сути дела, проблема самозаказанной исследований. Вторая проблема заключается с проблемой внедрения исследований в практику. Потому что вот эти механизмы, по сути дела, как мы называем у себя в университете трансфера научных результатов в практику, они тоже являются предметом, оказывается, научного исследования. Ну и третье, я отсюда, наверное, отталкиваюсь от мысли Елены Ивановны. Мы ведем проект «Новая дидактика», поскольку считаем, что современные образовательные технологии, которых мы называем современными, они не соответствуют сегодняшнему дню. И нужно находиться в постоянном поиске вот этих новых практик, новых опытов, которые бы, по сути дела, сформировали в неком скором будущем новую дидактику. Спасибо, Александр Иванович. Коллеги, ну я хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые сейчас прозвучали. И, конечно, первый момент, он звучал замечательно вчера, он звучит сегодня, это проблема времени. Был такой великий философ XX века Мартин Хайдеггер, который посвятил этому вот свой опус магнум, главное сочинение «Бытие и время». Вот эта проблема временности, проблема временения, проблема временной перспективы, проблема временной ретроспективы, соотношение того, чем мы были, того, чем мы есть и с чем мы собираемся быть, это, конечно, ключевой вопрос для, опять-таки, согласно мнениям наших многоуважаемых экспертов. Второй пласт проблем, проблема пространства, когда мы говорим о взаимодействии, когда мы говорим о разносубъектности, когда мы говорим о тех или иных системах, их соподчиненности, соотнесенности, гармоничности и так далее, это проблема пространства. Ну и, конечно, здесь третья главная проблема, может быть, самая фундаментальная, проблема человека. Проблема человека как носителя определенного сознания, как носителя определенной культуры. Я думаю, не зря Елена Геннадьевна подчеркнула, что не социокультурный, а культурологический подход. Я бы, наверное, добавил культурно-исторический подход. То есть эти проблемы – это некоторые магистральные линии трансформации современной системы педагогического образования. Хорошо. Мы переходим, пожалуйста, к следующему слайду. Рефлексивное отношение к себе во времени. Как назвать, Елена? Как вот это отношение? Какой ЦИИ это назвать? Мне кажется, что вы здорово подвели итог нашего первого и подарили нам некоторый слоган, который, наверное, уже ходит в социальные сети. Педагог в пространстве и времени. Потому что мы об этом сегодня говорим. Я не знаю, какой ЦИИ это назвать. Потому что дальше у меня начинает возникать немножко детское воспоминание. Вы говорите, чего им не хватает. Я сразу вспоминаю кота Матроскина. Ума им не хватает. Я прошу прощения понимания. Мне кажется, что большим тормозом сегодняшнего развития педагогического образования является низкая степень понимания сути трансформации. Но дело даже не в этом. Низкая степень стремления понять. Я очень часто сталкиваюсь сегодня с нашими коллегами. У нас сегодня такой круг, в котором мы себе можем позволить иногда говорить достаточно остро о ситуации. Потому что мы с вами исследователи. Но я сталкиваюсь с тем, что меня слушают и думают, что я говорю те слова, которые надо говорить. А думаю, я на самом деле совершенно другое. То есть, что вот словами можно припудрить действительность. Что не надо вдумываться в слова, не надо спрашивать себя, а что я здесь правда понимаю. А могу ли я объяснить ребенку, что такое деятельностный подход? А могу ли я трансформировать этот деятельностный, субъектно-личностный, развивающий подход на свою собственную деятельность? То есть, мы перестали доходить до уровня понимания, запудривая нашим наукообразием, запудривая нашими словами ясные и простые смыслы. И начинаем думать, что так принято, что это и есть социально, простите, и культурно приемлемый уровень существования педагога-исследователя. Вот это меня безумно смущает и тревожит. Спасибо. Я продолжу то, что сказала Елена Ивановна. Если мы посмотрим на школу, то в школе продолжается то, что иногда происходит в высшей школе. Учителя пишут так называемые исследования наукообразным языком, и это очень сильно в сегодняшней системе поощряется. Мы видим это, работая со школами. Но для меня очень важная проблема – это существование двух параллельных реальностей. Одна реальность – это теория, которую дают студентам в педагогических заведениях. А другая реальность – это то, с чем они сталкиваются, когда приходят в школу. И очень часто эти две параллельные реальности практически не пересекаются. И что становится причиной того, что, если данные верны, то приблизительно после первого года около трети выпускников думают о том, что им нужно уйти из системы образования и не работать там. Другой вопрос – сколько из них остается. Это как бы первая история. А вторая связана с чего не хватает. Вот какой дефицит. Я думаю, что дефицит на инструменты исследования. Кроме смысла должны быть еще чисто технологические инструменты исследований. А если эти инструменты будут доступны для всего сообщества, то это возникает сетевое взаимодействие, которое просто придает и новый импульс исследованиям, и дает новые качественные результаты. То есть проблема опосредствования, коллеги? Я продолжу. Мне кажется, в этой же терминологии очень важно говорить о таком важном качестве – готовность к изменениям в профессиональном сообществе. Вот эта готовность и серьезность к тому, что действительно предстоит, и, собственно, не останавливаться на достигнутом. Мы в любом случае работаем в концепции образования в течение всей жизни, изменения в течение всей жизни. Следующий момент – понимание, сказала Ирина Ивановна. Мне кажется, вот здесь вот на уровне именно информационно-инструментального можно говорить именно о том, каким образом мы организуем погружение. Вот термин «immersion», да? «Mersion classrooms» есть, да? Особенности погружения в информационную систему, погружения с пониманием, с фиксацией смыслов. С точки зрения методического, мне кажется, важно здесь также вспомнить о том, насколько нам недостает специальных методик. Например, дефектологическое образование. Мы все говорим, да, нужно учитывать возрастные особенности и так далее. Нужно посмотреть, как в олигофренопедагогике учить именно математики, как химии, как русской. Методик недостает. Важный момент, мне кажется. Елена Геннадьевна, пожалуйста. Мы сразу должны задуматься, а как и что, и с помощью действительно каких методов, приемов мы объясняем. А достигает ли объяснение той глубины, которая делает возможным понимание? Действительно ли это объяснение субъектно, в тех гранях субъектности и всех возможностях, чтобы возникло понимание? Я, конечно, сейчас начинаю говорить, не имею возможности долго, но акцент просто поставлю, на ключевой организационно-педагогической, дидактической, методической единицы любого педагогического процесса. Я говорю о взаимодействии между преподавателем и студентом, между учителем и учеником. Вот это взаимодействие, если раскручивается и одновременно закрывается, вот как-то такое, в такой диалектике возникает, вот этот круг понимания и объяснения создает удивительную среду вхождения в науку, в содержание дисциплины, когда возникает глубочайшая сопричастность тому знанию, которое является предметом содержания образования. Вот мне кажется, что вот научно-методическая проблематика, она вот в рамках сегодняшнего дня, вот в этом контексте требует, конечно, своего обсуждения. То есть научно-методическая, она должна стать философско-культурологической? Конечно, потому что изначально, чтобы было понимание, вообще ответ на вопрос, не просто куда мы идем, а для чего, почему мы это делаем, почему мы конкретно хотим прийти. И вот ответы на этот вопрос должны достигнуть той глубины как раз понимания, о которой говорит Елена Ивановна, и к которой мы на самом деле все стремимся. Спасибо. Коллеги, я, может быть, краски сгущаю, но вот мысль пришла такая. Мне кажется, что есть еще такая проблема, это проблема, психологическая такая проблема в нашем обществе, кстати, и в нашем научно-педагогическом сообществе, это проблема недоверия результатам педагогических исследований. Мне кажется, что это в том числе связано, я уже упоминал об этом, с тем, что исследования слокализованы стенами университета, стенами региона и вот таких масштабных федеральных исследований, пожалуй, не было давно. Я проводил небольшой такой эксперимент, опрос учителей, могут ли учителя назвать ключевые для них ведущие конференции, учителей-предметников, где они могли бы ежегодно или как-то систематически знакомиться с результатами передовых федеральных исследований. Но вот большинство затруднилось ответить вообще. Это тоже проблема. Спасибо. Конечно. Просто вы несколько раз нас подталкиваете к это, и даже слово сказали, темпоральность, да, и я вот не могу за это не зацепиться. Потому что я назвала тему понимания, но вот к теме времени мне точно хочется вернуться. Потому что время, ну, мы в лучшем случае понимаем или как-то принимаем, или пытаемся говорить, как философская категория. И почему-то всегда думаем, что вот уж этого навалом. На самом деле мы сейчас живем в такое быстро текущее время, что это тот ресурс, которого нам не хватает всегда. Воспринимаем мы его не как технологическую единицу. Я все время задаю вопрос учителям, я все время задаю вопрос моим коллегам-преподавателям. Сколько времени вам нужно на то, чтобы ваш студент, каждый ваш студент освоил вот это конкретное содержание. Нисколько мы записываем в стандарты. А вот в реальности вы измеряли, получается, быстрее, медленнее. То есть я могу сказать, что очень часто я в одной и той же аудитории фиксирую, один говорит, нет, ну это нельзя за одну зачетную единицу, об этом не может быть речи. Надо обязательно 4-5. А другой говорит, послушайте, тут и одной не надо. Это называется словоблудие. Это мы тянем и тянем время, зачем-то его тратим. Это можно было бы потратить на более существенную ситуацию. Но дело даже не в том, что оно измеряемо по-разному. Дело в том, что мы о нем не думаем. Деньги мы считаем, студентов мы считаем, а время мы вот, ну чем-то надо занять. Такое ощущение, что мы по-прежнему живем в этом счастливом мире, где вот уж, как говорится, утром проснулся и подумал, чем бы заняться. Спасибо. Можно я цитатой красивой закончу ваше выступление? Кандинский когда-то сказал, что линия – это длящаяся точка. Да вот для некоторых эти зачетные единицы – точка, а для некоторых превращаются в бесконечную длящуюся линию. Спасибо, Петр Григорьевич. У нас конкурс завершений, окончаний. Да, пожалуйста, Елена Григорьевна. Просто потрясающая совершенно проблематика. Знаете, мне думается, что время, как педагогическая категория, имеет, именно как педагогическая категория, хотя, конечно, она по природе, по своей философская, но абсолютно, все-таки она имеет субъективное измерение. Субъективное и субъектное, разумеется. Это вот как раз в этом контексте я поняла Елена Ивановна. Оставлю здесь, ну, поставлю еще один только акцент. Время личное, время индивидуального познания глубоко, субъективно и субъектно. И вот насколько мы это учитываем? Я, конечно, сейчас про индивидуальный подход, это понятно. Но возможно ли это учитывать? Я знаю, что у меня в классе, вот разный 25 человек сидит, вот этот освоит этот материал примерно за 5 минут, вот этому нужно 10, а этому и 30 будет мало. Вот как поступить вот в этом временном многоголосии, действительно вот в этом временном дисбалансе, вот этой внутренней дисгармоничности, это же потрясающий вызов. И у меня, соответственно, сразу возникает вопрос, как у человека, который, естественно, тоже занимается содержанием основных образовательных программ. У меня возникает вопрос, мы этому учим учителя? Не это ли, вроде бы локальный, вроде бы небольшой такой скромный методический, научно-методический, изначально философский вызов, который осмыслив через призму практики, задает нам необходимость включать такие кейсы, а это по сути такой философско-педагогический кейс, в подготовку наших учителей. Это вопрос, к чему мы готовим, к какой реальности, к каким вызовам, чтобы они учились, понимали, и в итоге были способны к соответствующим решениям. Спасибо. Спасибо. Дорогие... Ну, последнее. Последнее. Это исходя из опыта главного редактора учительской газеты. С чем мы сталкивались? Мы сталкивались с тем, что когда в образовательном сообществе говорят о построении индивидуальных образовательных траекторий для каждого ученика, это невозможно сегодня физически сделать по тем причинам, о которых говорила только что коллега. Мы не говорим об этом вслух, но эта проблема существует, и здорово, если будут это изучать и учить студентов, как это делать. Они просто, приходя в школу, не умеют. Спасибо. Дорогие коллеги, я думаю, что, как говорил мастер Шифу, случайности не случайны. И то, что сегодня правофланговый наших замечательных экспертов является Анна Олеговна из университета имени Эммануила Канта, это тоже не случайно. Потому что на самом деле вот то, с чего сегодня началась дискуссия, началось обсуждение, и то, что сказал Александр Михайлович, находящийся на левом фланге экспертизы, это вопрос вот того самого публичного применения разума. Дело в том, что ровно 240 лет назад, в 1783 году, вышла очень небольшая статья Эммануила Канта «Was ist aufklärung?» «Что есть просвещение?» И ответ, один из аспектов, ответа, она небольшая, прочитайте эту статью, там буквально 5-7 страниц. Один из аспектов ответа «Публичное применение разума». Вот именно через публичное применение разума возникает этот феномен. Что еще мне показалось важным в состоявшемся обмене мнений? Вот это фиксация на времени. Ведь в нашем языке, в русском языке, время, ну время и время, это одно слово. Но если мы берем греческий прототип, греческий субстрат, есть хронос. Вещь обретает не ноль, но хронос, как сказал Иосиф Александрович. Да, но есть эон. И это разное время. Хронос это вот то самое 10 минут, или 15, или 20, хватит ли полчаса, или не хватит часа. Это вот то время движения какой-то цели. А эон это время пребывания. Через Е. Время присутствия через И. И в этом отношении вопрос образования и воспитания в своей основе, наверное, он связан с тем, что образование, да, мы всегда начинаем написание программ с того, что мы ставим цели. Как будто бы мы их всегда достигаем. Но ведь эффект образования, значимость образования, значение образования и ценность образования, она еще и в том, что это время пребывания. И вот, наверное, на стыке вот этих двух концепций, понимая их связь и понимая их различия, наверное, должно что-то выстраиваться и в области нашей философско-педагогической мысли. Спасибо, дорогие коллеги. Пожалуйста, третий. Итак, третий вопрос. Что, переходим немножко уже к прагматике, к делу. Что и как должно измениться в содержании управлениями исследований? То есть мы обозначили некое поле трансформации педагогического образования, как такового. Мы обозначили некоторые вектора трансформации нашей мысли о нем. А вот как должна в этой связи измениться сама исследовательская повестка? Ну, у нас иногда сейчас принято говорить «эдженда», да? Вот какая «эдженда» и как мы ее должны вырабатывать и как мы с ней должны справляться? Елена Ванна, ну... А я хочу, уж раз мы с вами играем от Канта до Ушинского, да, передать возможность сначала высказаться Ушинскому. Ну, я думаю, что вот так бы ответил на поставленный вопрос. Наверное, исходя из логики моих первых ответов. Мы тут с коллегами собирались, по-моему, в сентябре прошлого года, Елена Ивановна присутствовала при этом на образовательном интенсиве педагогических университетов и зашла речь о создании межвузовских таких коллабораций для проведения научных исследований. Ну, и вот в результате долгих-долгих обсуждений и каких-то шагов предпринимаемых мы ни к чему не пришли. Я вот делаю из этого вывод один, что на самом деле для того, чтобы проводить какие-то большие исследования, на самом деле должны измениться управленческие подходы, прежде всего это должно быть связано с созданием, наверное, федеральных или государственных программ исследования. Наверное, это могло бы изменить ситуацию. Ну, вот я бы так ответил. То есть государственный подход ответил Александр Михайлович. Если оканится, да. То есть так или иначе, очень серьезная проблема с точки зрения того, что в современной повестке один поле не воин. То есть в любом случае, когда мы говорим об исследованиях, это консорциумы, коллаборации, работа с большими данными. Но нельзя отменять, когда мы говорим о исследовании, такую вещь, как инсайт, когда нечто, когда незнакомые люди не из профессионального сообщества могут помочь. В частности, достаточно известный случай, когда обивку кресла два кардиолога связали с сердечными заболеваниями с уровнем тревожности, известный. Кейс 60-х годов Фридмана и расположенность к типу тревожности. То есть вот таки некий инсайт, который помогает. Ну и, конечно, если о Канте, то это его вечное сметь думать, иметь мужество думать. Или как у Шекспира «Я смею все, что можно человеку». То есть вот в данном случае посыл от инсайта «Иметь мужество заняться определенной проблематикой». Итак, антропология. Пожалуйста. Российские международные исследования показывают, что наши ребята в школе очень плохо владеют умением работать в команде. Да, сформировать команду умеют, а дальше распределить роль и взять ответственность и все остальное не умеют. Эти компетенции, компетентности ниже плинтуса. Лауреаты, нобелевские лауреаты все больше получают премии командно. Поэтому я уверен, что будущее, да, будущее научных исследований в педагогике и психологии за командами, за сообществами. И, собственно, у нас есть, я не могу не похвалиться, благодаря Елене Ивановне, такой реальный пример, который работает. Это консорциум педагогических вузов по развитию личностного потенциала. Впервые в стране была создана сетевая магистратура, модель, которая сейчас будет приниматься и Министерством высшего образования и науки, и Министерством просвещения, где не только готовят магистрантов, магистрантов-исследователей, но еще и вузы получили дополнительный импус для исследовательской работы. Не буду рассказывать детально, зайдите на сайт консорциума, там очень много интересных вещей. Я рекомендовал некоторым своим коллегам из нашей страны за рубежом посмотреть на те семинары методологические, которые были проведены в прошлом году. Я получил потрясающий не буду использовать фидбэк, потрясающую обратную связь. Все говорят, ну уже на этих семинарах звучат темы научных исследований и подходы, к которым готовы только начинать дальше работать. Здорово, Елена Ивановна, спасибо за вашу идею, но это реальный пример, как научно-педагогическое сообщество работает и есть результаты. Петр Георгиевич, одну минутку, если можно все-таки уточнить, развитие личностного или человеческого потенциала? Личностного. То есть все-таки личность как единичность? Да. Хорошо, спасибо. Ну, собственно, это часть человеческого капитала, если смотреть на большую схему. Спасибо. Прошу прощения, возвращаясь к вашему вопросу, исходим из очень простой позиции, личностью можно стать только в социуме, только в сообществе, только в сравнении, сопоставлении, вложении себя в культуру, в сообщество можно стать личностью. В этом плане личность и индивидуальность, и индивид, это все-таки разные ипостаси, может быть, одной реальности. Я еще отвечу на ваш вопрос про управление поколением. Спасибо. У нас была как-то задача, мы поднимали авторефераты педагогических диссертаций в период с 30-х по 70-х год, прям за 40 лет взяли. Ну, мы бы и больше взяли там из 80-х за 90-е, но наших ресурсов уже не хватало. Мы решили изучить вот такую вот историю кандидатских диссертаций по педагогике, по каким темам, вопрос был такой, по каким темам писались. Вот когда там не так много, как бы нам хотелось, были в доступе, ну, то есть мы прям буквально брали рефераты, ходили в библиотеки, смотрели, где-то, ну, больше 100 диссертаций мы точно посмотрели, там где-то 120-130, вот, ну, что вызвало у всех моих коллег большое удивление? Они подошли, говорят, Лена Геннадьевна, вот смотрите, вот мы посмотрели эти диссертации, ну, примерно 30-40% это про педагога как личности. То есть история про то, что педагогическая профессия является личностно-профессиональной, в этот период времени в истории педагогической науки акцентировалась на личностных характеристиках. Традиция понятна, которая идет от Константин Дмитриевича Ушинского, потому что все-таки в его трактовке обучение это только инструмент для воспитания, буквально сейчас говорю. Но я даже не на это хотела обратить ваше внимание, про что писали. Вот эти 30-40% диссертаций про то, как научить учителя уважать ребенка, как ценить его достоинства, как развивать чувство чести, как развивать это все у самого учителя. То есть диссертации заходили в глубинные, нравственные, я бы сказала, такие совестливые структуры человеческого сознания и подсознания. В психологии там было немного, но это диссертации про то, как вырастить глубокий, внутренний, содержательный, человечный мир будущего человека, чтобы он нажал себя, свою родину и людей, которые рядом с ним находятся и не только рядом. Вот про это огромное количество диссертаций, про на разных возрастах, там и у дошкольников, как это должно происходить, и у более старшего школьного возраста. На сегодняшний день диссертации в этой тематике вот за последние 10 лет мы не нашли ни одной. Была диссертация примерно 20-летней давности про развитие достоинства младших школьников. И на этом, в общем-то, мы эту проблематику оставили пока вот за пределами нашего внимания. Спасибо. Я попробую еще раз подытожить, потому что под каждым выступлением я готова подписаться. Но напомню, что мы сейчас с вами говорим про управление. Мне кажется, что нам очень важен, точный, ясный, понятный, осмысленный и готовый к вложению в дальнейшие шаги государственный заказ. Это абсолютно точно. Нельзя осуществлять преобразование в пустом пространстве. И прежде чем предлагать те или иные действия, серьезно трансформирующие жизнь общества, нужно проводить исследования, в частности, в педагогике. Я неоднократно говорю, что отрасль образования не управляется авторитарно, потому что начальник так захотел. Так не получается, это всегда ведет к провалу при следующей смене, ну, в общем, чего бы то ни было. Вторая история, о которой мы говорим, нам принципиально важно, понимая, что мы хотим видеть государственный заказ, нужны собственные общественно-профессиональные инициативы, потому что государство это, простите, инструмент, который создает для себя общество для того, чтобы создавать условия жизни, и поэтому это общественная инициатива, профессиональная общественная инициатива, которая вырастает в наше понимание, желание в сети что-то исследовать, В желание трансформировать свои результаты для нас принципиально важно. Потрясающе совершенно, поддерживаю десятью руками, понимание, что эпоха исключительно индивидуальных исследований, она ушла в прошлое. Не успеваем. Когда ты один, у тебя нет этой вечности, ты, извините меня, 20 лет проводил лонгитюд, это великий научный подвиг, только он не имеет никакого смысла, потому что больше людей таких нет, которые мыслят как те, которые мыслили так 20 лет назад. Очень многое изменилось, чтобы там не говорили когнитивисты о том, что мозг меняется медленно. Нам надо научиться командному методу и создать для этого инструменты, которые позволяют командам работать. Нам абсолютно точно нужно менять повестку исследовательскую. И то, о чем говорит Елена Геннадьевна, это, собственно, возвращение в нашу исследовательскую повестку простых и ясных, хотя бы, то есть опираясь на указ ценностей, дружба, достоинство, благородство, труд. Вот личностно-смысловые истории, которые для нас очень важны. Но я бы сказала, ну уж теперь у меня есть возможность быть просто спокойным бюрократом, ищу о двух вещах. Но вообще-то хотелось бы, чтобы педагогическое исследование было доказательным. Именно по этой причине сейчас ИВАК и РАО готовят документы по поводу доказательства. Я беру реферат, я читаю благостную картинку, выносимую на защиту, и дальше начинаю спрашивать, вы это как доказываете? Я провел эксперимент, у меня было 10 детей. Ты это всерьез мне говоришь? 10 детей и 2 недели. Я доказал. Но это смешно, но нельзя быть такими наивными, нельзя демонстрировать такую профессиональную некомпетентность. То есть вообще-то тема, а мы отвечаем за свои слова, это правда наука? Или поговорить, создать некоторый дискурс на эту тему, как говорится, а вот кто-то додумается. И вторая история, вот того, что нам очень не хватает. Это последнее время на многих конференциях обсуждается. Культура работа над ошибками. Я в ноги поклонюсь исследователю, который докажет, этот метод не работает, этот метод не работает, этот метод не работает. Не ходите сюда, коллеги. Не надо больше биться лбом. Мероприятийная педагогика не приведет к нравственному развитию человека. Системой мероприятий нельзя воспитать духовно-нравственные ценности. Опираемся на исследования 80-х, 90-х годов прошлого века. И таких примеров я еще очень много могу назвать. Поэтому вот ко всему тому, что говорили мои уважаемые коллеги, я бы добавила вообще большую культуру работы с инструментом доказательства. Это критическое мышление, готовность к творчеству, но и ответственность, в том числе и за собственные инсайты, и за собственную готовность убеждаться разными инструментами, которые есть в нашей науке, для того, чтобы это предлагать сообществу. Спасибо. Спасибо. Елена Ивановна, вы же знаете, что у фонда скоро будет готова платформа, которая будет помогать исследователям в доказательности их исследований. Так что добро пожаловать. Все безвозмездно, что значит даром, как говорила героиня мультфильма. Нам кажется, что это будет большая помощь в педагогических исследованиях. Спасибо. Спасибо. Но что я услышал из этого многоголосия мнений, это уже не Кант, это уже Гегель. Дело в том, что, наверное, одна из проблем, и ответ на тот вопрос, который был здесь формулирован, заключается в том, что в философии Гегеля есть единичная, есть общая, есть всеобщая. И, наверное, у каждой из этих субстанций есть своя область компетенции. Потому что когда Елена Ивановна говорит, что вот как ты на примере 10 детей доказываешь, ну для меня лично это доказательство. У меня была детская группа, или у меня был один класс, второго класса не было, не дали. Я на нем провел, получился результат. Для меня это свидетельство. Елена Ивановна говорит, а для всей российской педагогической науки, как минимум, это свидетельство? А я об этом не задумывался. Меня это не интересует. То есть на самом деле здесь некоторый конфликт инстанций. Инстанций индивидуальности, инстанций социальных, инстанций мировой науки. Вот те самые большие данные, которые обрабатывают все. И вот действительно, наверное, одна из проблем современного исследования, управления исследованиями и педагогического образования в частности, это научить разделять вот эти уровни. Научить соотносить и разделять. И еще буквально один момент, который мне показался важным. Елена Геннадьевна говорила об исследованиях личности. Наверное, личность, как и многое в нашем мире, она всегда насыщена некими двойственными, амбивалентными смыслами. С одной стороны, 90-е годы, 20-го века, 2000-е годы, это некий культ личности. В хорошем смысле. Это разговор о том, что именно через личностную траекторию, через индивидуальность мы выходим на некоторые результаты. И вчера Елена Ивановна говорит, но она очень мягко сказала, что никаких доказательных, позитивных результатов эта политика не имела. И тогда мы вспоминаем, что личность, это, с другой стороны, есть некая фиксация травмы, фиксация разрыва. Потому что я есть я, ты есть ты, и вместе нам не сойтись. То есть личность – это всегда некая грань, это всегда некая граница. И когда, Петр Григорьевич, почему я задал вопрос о человеческом или личностном потенциале? Потому что действительно, когда мы отдаем себя в некоторое социальное тело, когда мы начинаем ощущать себя частью, я часть той силы, что вечно хочет, но добра здесь, добра. И в этой ситуации я добиваюсь гораздо большего. Но это оплачено некоторой утратой моей личности и идентичности, потому что это мы все сделали. С другой стороны, когда я фиксирую на том, что это я, я этого хочу, я это могу, я этого добиваюсь, я понимаю себя отчужденным от этого социального тела. И я здесь добиваюсь результата, который является моим результатом. Поэтому, ну, это вот такие размышления по поводу Елена Ивановна, да? Александр Григорьевич, я вот не могу, собственно говоря, не отозваться. Но первая вещь, вот точно нам, наверное, надо возрождать очень серьезные философские дискуссии, в частности, в отношении личности, потому что есть русская философия, есть восточноевропейская, западноевропейская традиция. Все это, в общем, разное понимание, и мы действительно многое утратили. Я точно где-то, наверное, близка православной философии, в этом плане восхождение к Богу, собственно говоря, это пусть моего личностного становления, мне так кажется. И в этом плане утрата моей, там, части личности, есть приближение к вершинам смысла. Но это отдельная тема, это точно не для панельной дискуссии, но с огромным удовольствием хочу обратить внимание коллег. Я еще раньше хотел сказать, что если бы единственным результатом нашего сегодняшнего с вами разговора была пометка, тебя, как я видел, у Петра Григорьевича перечитать критику «Чистого разума», ну, хотя бы к юбилею Канта в следующем году, было бы уже здорово, если бы каждый сделал такую пометку. А тут вот еще раз вернуться к философии этой истории. Но вот две вещи я точно не могу не сказать. Давайте договоримся. Если нет, то нет, но я попытаюсь. Давайте никогда не будем говорить, что культ личности бывает в хорошем смысле. Вот я правда. Я понимаю, что вы хотели сказать. Но не бывает культа личности в хорошем смысле. Ну, мне кажется, что для российской интеллигенции очень важна эта память, очень она важна, как бы мы не понимали всю сложность и величие собственной истории. иначе мы создадим какие-то такие чудовищные разрывы внутри себя, которые нам потом будет не преодолеть. Ну, я должна была это сказать сама себе, по крайней мере, и вслух. А вторая история, она гораздо проще и сложнее, потому что она чисто педагогическая. Мы очень часто говорим, помните, когда-то были мощные дискуссии об учебной исследовательской и научной исследовательской деятельности. И мы говорили, что ну нельзя делать так, чтобы третиклассник говорил, гипотеза моего исследования, глупость это. Потому что третиклассник должен говорить, я хотел узнать, почему мяч прыгает. И я поставил такой-то эксперимент. То есть, когда он собственными методами вопросов, экспериментов открывает знания, чем он занимается? Учебной исследовательской деятельностью. Когда учитель говорит, слушайте, они у меня смогли вот это сделать, он занимается исследовательской деятельностью. Но для того, чтобы это поднять на уровень научного знания, нужны еще какие-то инструменты. Честь и хвала ему за то, что он идет исследовательским путем. Он развивает и себя, и своих детей. Но наука, она требует других обобщений, других инструментов. Если мы об этом договоримся, то нам будет чуть-чуть яснее, мне кажется. Безусловно, и речь идет опять-таки о том, что мы устанавливаем на уровне общего, всеобщего, индивидуального, частного и так далее. Ну, Елена, по поводу культа личности, вы поняли, что это было некое... Это было некоторое заострение. Мы понимаем, что 90-е годы в российской педагогике это время, когда личность, воспитание личности, развитие личности, индивидуация, это были, в общем-то, основополагающие категории. Спасибо. Итак, мы переходим к четвертому вопросу. Пожалуйста. Каковы необходимые... Теперь, когда мы уже немножко сказали о том, что нужно изменять на уровне исследований, теперь возникает вот тот самый вопрос о том, кто будет этим заниматься. Как этого некто подготовить. Каковы необходимые изменения подготовки исследовательских кадров и кадров для инновационной деятельности, потому что, наверное, просто исследования как таковые, они сейчас и не актуальны, и невозможны, потому что, опять-таки, вопрос о времени, об изменениях, то есть мы должны готовить того, кто, исследуя, изменяет, и изменяя, исследует то, чего он наделал. Так вот, подготовка кадров, необходимые изменения этой системы. Ваши мысли на этот счет? Кто начнет? Я начну и попробую очень быстро сказать. Мне кажется, что это два процесса, на которых хотелось бы зафиксировать внимание. Первое. Учить исследовать надо, начиная с детского сада и поэтапно наращивая исследовательскую культуру, опыт исследования, понимание о том, что есть такой процесс познания, как исследование. В этом я твердо убеждена. Вторая история, кульминацией для педагогического образования является сегодняшняя трансформация аспирантуры. Аспирантура должна выращивать исследователей нормального мирового уровня, еще раз подчеркну, мирового уровня, который совершенно спокойно встраивает результаты своего исследования в открытые данные мировой практики и понимает, что он это может делать, что он-то может делать блестяще на русском языке, но он легко это встраивает и в международный контекст, он понимает, как развивается социум и культура. И вот в этом плане нам, конечно, надо очень глобально преобразовать современную аспирантуру, возродив какие-то инструменты, которые работали когда-то, изменив программы, которые существуют сейчас. Спасибо. Мне кажется, что студенты педагогических вузов, педагогические специальности должны не только изучать, что такое исследовательская деятельность, как эту деятельность организовать в школе со своими учащимися, но и сами быть в той или иной степени исследователями. Но для этого нужно очень серьезно подумать над институтом сопровождения. Вот. А что это такое? Как, кто это такие? Кто будет помогать этим студентам в продвижении вперед? Та же самая история и про аспирантуру. Вот. Кто там руководитель? И в чем роль руководителя? Прочитать в конце написанную кандидатскую диссертацию? Или все-таки сопровождение? Это вот реальный процесс, точка, превратившаяся в линию длящуюся? Полностью соглашусь. Сопровождение очень важно. Предпрофильные классы. Сопровождение студент второго курса. Наш министр образования региональный, Трюсинова Светлана Сергеевна, говорит, самый лучший педагог для школьников – студент второго курса. Это я говорю на модуле третьекурсникам педагогическом. Говорю, вы уже опоздали, но можете постараться. И, конечно, вот то, что все в русском языке, то, что на М про исследование – междисциплинарность, многофункциональность, мультимодальность, мультикультуральность. Вот все, что позволит каким-то образом объединять повестки. Ну и, конечно, очень важно к вопросу международных исследований, включение в международную повестку, понимание разности терминологии. Пару буквально примеров. «Формирование», в английском это не «formation», «conditioning», «создание условий», ну и так далее. Мне думается, что вот в этой проблематике есть одна запятая. Позвольте ее поставить. Я абсолютно согласна с точкой зрения, что исследовательскую культуру нужно развивать, развивать чем раньше, тем лучше. Что со своими гранями, особенностями в соответствии с возрастом, спецификой становления человека – это, конечно, так это аксиома для меня также. Я бы хотела обратить внимание на то, что вот в практике, как она сегодня есть, у нас не все получается с развитием исследовательской культуры, но у нас очень часто много исследовательской активности. И это точно разные вещи. Как только у нас исследовательская активность начинает преобладать, она вырождается склонно, и часто так и происходит, вырождается в исследовательские формы, по форме, но по существу абсолютно формализованные акты человеческой, часто поведенческой, даже недеятельностной активности. И в итоге мы с вами рискуем дискредитировать в мышлении нашей молодежи, наших детей, да нашим даже с вами, может быть, мышлении, мощную диалектическую логику, которая должна стоять за любым серьезным или даже еще пока пропедевтическим исследованием. Поэтому, на мой взгляд, вот эти риски, эти грани, эти, на мой взгляд, мощнейшие методологические нюансы нужно осмыслять, учитывать для того, чтобы спрофилактировать ситуацию, когда исследование в глазах общественности становится некой такой информацией, которую можно критиковать всем, кому вот захочется. Я за то, чтобы мы не теряли подлинной исследовательской культуры, возвращались мысленно к этому в деятельности и всячески ее поддерживали во всех наших делах. То есть, чтобы исследование отделялось от Дольче Форнеенте. Спасибо. Александр Михайлович. Коллеги, ну, чтобы говорить на уровне университета о подготовке кадров, например, через аспирантуру, было бы хорошо, если бы она в каждом вузе была, эта аспирантура. Насколько я понимаю и представляю себе ситуацию, примерно там в 40-50% вузов, которые готовят научно-педагогические кадры, например, по педагогическим специальностям, аспирантура это нет или там исчисляются единицами. Это, мне кажется, вот такой факт, который требует осмысления работы. Второе, что хотелось бы сказать, опять же, это мое субъективное впечатление, но мне кажется, что если мы говорили о том, что в аспирантуру не так востребовано, как хотелось бы, то, мне кажется, еще одно такое явление возникает. У нас уже потенциальные научные руководители и профессора не так стремятся заниматься научным руководством своих аспирантов, и для них это такое серьезное обременение, не дающее ничего, и в том числе не считающее каким-то перестижным, нужным делом. Ну и еще, наверное, возвращаясь к этой теме, вы знаете, аспирантура является одним из, наверное, сейчас в настоящий момент ключевых инструментов воспроизводства научно-педагогических кадров, и понятно, что в университетах эта проблема, в большинстве университетов воспроизводство научно-педагогических кадров существует. В то же время отсутствие аспирантуры и там наличие в ключевых федеральных, столичных городах этой аспирантуры вовсе не гарантирует, что аспиранты вернутся назад. И таким образом происходит старение научно-педагогических кадров региональных вузов и такая вообще призрачная перспектива обновления. А на самом деле, если мы хотим всерьез, так скажем, развивать научно-педагогическую науку, мы же должны развивать ее не только в столичных городах, но и в регионах, создавая вот эти научные коллективы. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы здесь хотел зафиксировать одну проблему, противоречие, которая, мне кажется, прозвучала в выступлении буквально всех экспертов. Что, с одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы качество исследований, чтобы качество подготовки аспирантов, магистрантов, если мы ведем речь об исследовательской магистратуре, было максимально приближенным к мировым стандартам. И то, о чем говорила Елена Ивановна, чтобы без проблем на русском языке, на других языках можно было эти результаты представлять, интерпретировать, обсуждать и так далее. И, с другой стороны, мы понимаем, что в условиях сложившейся системы подготовки научно-педагогических кадров, эта задача, в принципе, неразрешима. Потому что, действительно, где-то есть КЦП, где-то нет КЦП, где-то есть руководители, где-то нет руководителя, где-то есть руководители, а может быть лучше, чтобы, я скажу, крамольную вещь, его там и не было. То есть, возникает проблема, вот как этот разрыв может быть преодолен. И вот здесь я хотел бы поделиться с вами, как говорил Мартин Лютер, I have a dream. Вот у меня есть мечта. Мечта о федеральной магистратуре, федеральной исследовательской магистратуре и аспирантуре. Чтобы, действительно, стандарты курсов, стандарты подготовки были определены едиными для всего федерального образовательного пространства. При этом, чтобы каждый вуз мог представить свои курсы в некую единую корзину, и это обеспечило вот ту самую индивидуализацию и ту самую личностную направленность подготовки каждого. Я понимаю, что здесь огромное количество организационных проблем, но сама идея, что есть единая система требований к курсам подготовки, есть единая система требований к выпускникам аспирантуры. Опять-таки, Елена Ивановна вчера сказала совершенно определенно, единственный критерий качества подготовки аспирантов – это защита диссертации. Так вот, мы с самого начала закладываемся именно этой системой критериев, а дальше мы уже на этом уровне обеспечиваем максимальную индивидуализацию, дифференциацию не только в соответствии с индивидуальным запросом, но и с запросом региона, университета, кому нужно готовить методистов, кому нужно готовить педагогов-психологов и так далее. Поэтому вот это такая мысль, которая… Ну, если… Елена Ивановна, можно отнестись к ней? Мы… Не то, что можно, мы обязаны к ней отнестись. Вы знаете, что вчера на заседании Федерального учебно-методического объединения мы активно обсуждали вопрос стандарта, стандарта основного высшего образования, базового высшего образования и специализированного в виде магистратуры. Про аспирантуру мы себе сказали только одну фразу – заканчиваться она должна защитить. Но на самом деле всеми заявлено, что аспирантура снова становится программой, образовательной программой. И если она становится образовательной программой, в ее основании должен лежать стандарт. В этом плане согласованная позиция о стандарте аспирантуры сегодня является тем самым вызовом. Поэтому я вам абсолютно точно гарантирую, что мы будем собираться, будем искать решение. Может быть, тот путь, о котором вы говорите, он, в общем, и единственно возможный на данном этапе. И делать это надо будет достаточно быстро. Потому что в противном случае мы опять, так сказать, будем говорить одно, а делать другое. Абсолютно согласна с Александром Михайловичем. Ну, нам столько надо проблем преодолеть. Вроде бы у нас мало аспирантуры в вузах. Но вот я снова хочу подчеркнуть, кое-где лучше бы ее не было. Потому что это я вам говорю, как зампредседателя экспертного совета ВАГ. Состояние ужаса, когда ты смотришь на некоторые работы. И понимание, что тебе сейчас надо унижать человека отказом, ему вправе быть, собственно говоря, ученым. А он на это положил огромное количество жизни. Это карьера рушится. И вообще-то он неплохой преподаватель. Ну, это очень сложная история. Но это вот Елена Геннадьевна, по-моему, совершенно блестяще обозначила. Нам надо от исследовательской активности перейти к устойчивой, настоятельному формированию исследовательской культуры в области педагогического образования. Но я правильно понял, что речь идет о том, чтобы все-таки сделать медицину профилактической? В плане подготовки, да? Я сама не способна, как человек, отвечающий за диссертационный совет, говорит, вот пусть мы эту плохую диссертацию выведем на защиту, потом ее отриц... Все проголосуем против, и пусть всем будет неповадно. Мы все сделаем, чтобы убедить человека, нет, над этим надо еще работать. Но не любим мы унижать людей. От этой истории никому лучше не становится. Поэтому, конечно, профилактика. Конечно, движение вперед. И вторая мысль, помимо стандарта, наверное, какая-то цифровая инфраструктура. Ну вот я очень благодарна фонду «Вклад в будущее». И хочу заметить, что вообще-то мы все с вами должны научиться использовать все ресурсы, которые есть у нас. В стране есть десятки серьезных благотворительных фондов, которые работают с бизнесом, и которые стараются внести свой вклад в развитие системы образования. Использовать этот ресурс мы с вами обязаны. Это наш долг. Я бесконечно благодарна фонду «Вклад в будущее» Сбербанка, который для себя определенной миссией взял вот эту вот тему инструментов, доказательности работы, связанной с развитием в этом плане педагогической магистратуры, педагогической аспирантуры. Спасибо. И мы переходим к завершающему, заключительному этапу. Вопрос пятый. Я думаю, что у нас замечательно. Мы идем по времени, мы еще успеем немножко. Итак, ваше видение трех первоочередных шагов трансформации педагогического образования. И здесь уже буквально следующий год. 2023-2024. 2022-2023 фактически уже завершен. Поэтому ваше видение. Что нужно сделать вот буквально здесь и сейчас? Пожалуйста, коллеги. Ой, а мне тут проще всех. Во-первых, я могу еще один шаг сказать. В 2025 году мы будем принимать студентов по новым стандартам. Вот и осталось выяснить, что осталось сделать за два ближайших года. Собственно говоря, посмотреть, как в университете Канта и в Московском педагогическом государственном университете пройдет приемная комиссия в 2023 году, потому что они уже по своим стандартам будут осмыслить то, что они сделали, сказать, вот это здорово, вот это отвратительно, вот это надо переделать. В этот же процесс войдет массовое активное обсуждение проектов, стандартов, которые мы уже в июне вынесем на суд сообщества, вложить свой потенциал понимания и изменения в эту историю и к началу 2024 года, собственно говоря, что-то принять, чтобы нам позволило в 2025 году все документы перестроить на логику нового стандарта. Вот и все. Начать и кончить. Анна Олеговна, а вы что собираетесь сделать со всем этим? Как можно говорить о чем-то, да, кроме нового стандарта, если действительно в ближайшее время? Мне кажется, очень важно в данном случае сверить повестки. Сверить повестки. Почему? Потому что если мы говорим о время-пространственное сжатие, нехватка времени, тахологоз, быстромыслие, то очень простой принцип Азенхаура – что-то сделать сейчас и немедленно, давайте поймем что. Что-то делегировать, давайте поймем кому-то другому, что-то вообще забыть, давайте от чего-то откажемся, что-то запланировать, запланируем. Мы для себя сформулировали три задачи, очень коротко. Первое – завершить создание цифровых сервисов, и не только наших, я думаю, и другие, и государственные, и коммерческие организации могут это сделать. Эти сервисы должны помочь ученым, управленцам и педагогам проводить реально качественные психолого-педагогические исследования. Второе – необходимо всячески поддержать исследовательское направление в подготовке. магистров педагогики и психологии. И третье – на наш взгляд, это очень важно – поддержать развитие профессиональных и детско-взрослых сообществ, как в системе общего, так и профессионального образования. Я буду делать то же самое в своей мере, в своих возможностях, но вот небольшой тоже акцент. Мне думается, что в период трансформации мы всегда сталкиваемся с понятием инноватики. Все инновации у нас есть сверху, есть снизу. Вот сверху у нас есть, вот, и мне кажется, что нам не достает снизу. Я за мощное, развивающееся профессионально-педагогическое сообщество. Я за то, чтобы мы у нас в стране, в наших регионах, на уровне наших вузов создавали те сообщества, которые бы в диалоге вырабатывали бы максимально конструктивные решения и договаривались, как мы растем, как мы работаем, что мы будем делать, как мы это и насколько обоснованно. В Российской Академии образования для развития таких сообществ делается очень много. Мы всячески поддерживаем ассоциации преподавателей-предметников и будем дальше поддерживать эту работу. Сейчас у ассоциаций, ну такой тяжелый период, они не очень активны, мы делаем все, что можем. Мы занимаемся активно научным просвещением. И сегодня, как никогда, если мы заходим на страницу Российской Академии образования, мы видим, у нас есть погодинские среды, у нас есть масса интервью, которые публикуются с учеными, с членами-корреспондентами, с академиками РАО, для того, чтобы разъяснить, объяснить те или иные научные аксиомы, но которые для нас, может быть, аксиомы, а вообще для практиков абсолютно не очевидны. Мы работаем для того, чтобы диалог между наукой, практикой, между методистами и учеными, между учителями и родителями, детьми... И управлением, и системой управления? Да, в том числе. Строился бы на такой конструктивной основе. И вот этот год, и следующие несколько лет мы точно будем в этом направлении работать. И будем, конечно, очень-очень много делать. Надеюсь, что к этому диалогу мы всех приглашаем. Правда, Елена Ивановна? Спасибо. Иван Ивановна, руководитель, научный руководитель Центра развития педагогического образования, Российской академии образования. И вот мы вместе, я уверена, здесь можем очень многое и совместно со всеми коллегами сделать. Спасибо. Спасибо. Александр Михайлович? Ну, я, может быть, исходя из цели, которая ставилась перед панельной дискуссией, про выявление запроса на научно-исследовательское сопровождение, и, наверное, пофантазируем. И, наверное, пофантазируем. Но первое, первый шаг. Мне кажется, что от обозначения повестки исследовательской нужно, на самом деле, переходить уже и делать шаг к созданию исследовательских программ. То есть, ну, мы же знаем, что в программе фундаментальных исследований, по сути дела, обозначена ключевая тематика. Насколько известно, и Российская Академия Образования создавала вот такую актуальную повестку. И было бы, наверное, сейчас правильно выйти уже на создание таких федеральных программ. А что мы с этой всей актуальной тематикой делаем, кто занимается, и чего мы хотим, в какой временной промежуток достичь. Это первое. Второе. Я в самом начале сегодняшнего мероприятия у нас говорил о том, что важно бы подумать на уровне министерств, наверное, наших ведомств все-таки о создании вот этих понятных механизмов коллаборации в ВУЗ. Никогда добровольно, уж извините, в силу просто, так скажем, даже бюрократических вещей, никогда ни один руководитель высшего или научного заведения не будет просто так, так скажем, брать в себе в коалицию или в коллаборацию разные ВУЗы. Здесь нужно искать вот эти механизмы стимулирования такого рода коллабораций. Ну и третий шаг. Ну вот я опять же, наверное, повторюсь. Но мы для себя, по крайней мере, в нашем университете Ярославском точно понимаем проблему, проблему внедрения. Можно каких угодно. Можно новые стандарты написать и не внедрить их. Можно провести и иметь в наличии шикарные исследования и результаты, но никому неизвестные и не внедренные. Ну или внедренные в нескольких там организациях. Вот, мне кажется, вот эти механизмы, которые хотелось бы... Спасибо. Я бы хотел посоветоваться. У нас сейчас 10 минут до конца. Если мы в течение пяти минут, коллеги, какие-то вопросы, комментарии, буквально в течение 30 секунд, я готов подойти. И после этого по одной минуте эксперты подводят итог всей дискуссии. Идет? Андрей Греев, Ижевский государственный технический университет имени Калашникова. Преподаю в техническом вузе. Перед вопросом я хотел поблагодарить блестящего модератора. Я в первый раз вижу такого модератора, который цитирует Гегеля и Хайдегера. Поэтому, я думаю, вы заслуживаете отдельных аплодисментов здесь. К вопросу. У нас вчера на пленарных заседаниях кто-то сказал, что к нам вузы должны... Мы должны сделать так, чтобы вузы шли самые умные. И, ну, то есть, я пытаюсь обратить внимание на то, что характерно для многих панелей дискуссий, в которых я говорил. Вопрос, который редко проговаривается экспертами. Это вопрос финансового поощрения. Чтобы привлечь самых лучших, чтобы туда шли люди, нужно, соответственно, им достаточно платить. Допустим, как человек, который... Который есть степень, который преподает и занимается грантовыми исследованиями, я вынужден дополнительно подрабатывать. И я считаю, что, ну, вот на нашем базовом уровне, на уровне преподавателя не хватает просто денег, банально. Вопрос в том, планируется ли как-то поощрять финансового преподавателя дополнительно. В частности, я не знаю, есть ли это проблема в крупных городах, но в регионах она вот очень сильно ощутима. Кто ответит? Кто ответит о деньгах? Я не с Хайдегера начну, а с Гоголя, понимаете, если к ногам Петра Петровича добавить голову у Сидора Ивановича. То есть, если бы мы все жили в другое время, в другом состоянии и так далее, то, наверное, можно было бы придумывать более простые решения. Я не верю в том, что в ближайшем будущем будет какой-то конкурсный отбор в педагогические вузы. У нас сегодня с вами многие вакансии просто не заполняются. У нас количество бюджетных мест на физику не заполняется сегодня по всей стране. У нас крошечный конкурс, и его не будет, потому что сегодняшняя финансовая ситуация не позволяет резко увеличивать фонд заработной платы, инструмент, созданный в государстве. Мы все знаем, и давайте тогда к нашей дискуссии добавим еще одну тему. Нам всем с вами надо изучать экономику нашей отрасли и управление этой экономикой. Инструмент выравнивания, так сказать, по среднему, по региону мы все отлично знаем. Знаем, как он работает. Давайте смело говорить, где есть его ложь, где есть его неловкая интерпретация. Тогда, может быть, на что-то мы будем влиять. Мы точно видим, что последовательно за последние 30 лет, я, наверное, очень пожилой человек, и я вижу, как на самом деле растет это благосостояние, оно объективно растет. И во многих регионах сегодня педагогическая отрасль – это престижная сфера, просто потому что остальные живут существенно хуже. В Москве это престижная сфера не потому, что другие живут хуже, а потому что это просто другое созданные экономические инструменты. Это большой сложный процесс. А в том, что называется финансы, я прошу прощения, что говорю долго, а то, что касается финансы в области научного управления и научного сопровождения, то на самом деле, если посмотреть, а все эти данные открыты, вы можете зайти на сайт и посмотреть, какие деньги направляются на науку. Если бы эти деньги действительно направлялись на поддержку реальных научных исследований, то, поверьте, ученым не пришлось бы подрабатывать на стороне. Здесь действительно, Александр Григорьевич, прав. Это вопрос управления этими деньгами, этими финансами. Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы это все объективно понимали. Спасибо. И понимали, куда идет запрос. Здесь еще два вопроса. Пожалуйста. Дулат Вазенопаслана Ливина, Иркутский государственный педагогический университет. Извините, пожалуйста, можно вот так микрофон, аначе мы ничего не слышим. Так, хорошо. Я вообще математик, и лет 30 заведовала кафедрой математики, методики обучения математики. И наблюдают, естественно, такую картинку, что каждый следующий стандарт становится хуже предыдущего с точки зрения предметной подготовки. Вот я ничего не услышала про предметную подготовку, потому что вымывается математика, минимизируется философия, логика вообще уже исчезла из подготовки учителя. Мы говорим о том, что вели стандарты, когда о том, что системно-деятельным подходом цели универсальные учебные действия, а познавательная деятельность практически исчезла из подготовки учителя. Вот мне как раз интересно, что в новом стандарте предполагается с точки зрения усиления все же математик, должен преподавать математик. Физику физик и так далее. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, мне очень хотелось это превращать в брифинг председателя Федерального учебно-методического объединения, но тем не менее я с удовольствием отвечу. Если вы смотрите действующие документы, имеется в виду ядро высшего педагогического образования или документы действующего порядка, то вы обнаружите, что из 240 зачетных единиц на предметное преподавание уделяется не менее 40 зачетных единиц. Это достаточно в большей части, на самом деле больше, за счет еще целого ряда параметров. То есть, ну, что такое 40 там или 50 зачетных единиц. 36 часов умножаем на 50. Вот объем содержания. Стандарт никак не определяет содержание. Это функция, определяемая вузом. И если в вашем вузе по какой-то причине математикам перестали преподавать логику, то, бога ради, срочно идите на ученый совет и говорите, коллеги, у нас кошмарная образовательная программа. Мы не попадаем ни под один федеральный стандарт. Так нельзя учить математиков. Мы сделали плохую образовательную программу, потому что содержательные единицы – это ответственность вуза. Ну, я точно вам могу сказать, что во всех рекомендациях, выложенных на сайте ФУГО, в содержании математического образования, вы можете выйти туда, вы обнаружите в математике и логику, и, собственно говоря, все классические аспекты. Если почему-то в вузе этого не преподается, ну, я не предлагаю вам стучать немедленно в Роспотреб или Рособранадзор, но это ошибка вузовская, вне всяких сомнений. Спасибо. И, наверное, завершающий вопрос, очень короткий. Здравствуйте, Абрамова Мария, Томский государственный университет. Скажите, пожалуйста, вообще очень интересная тема, и мы будем сегодня тоже на площадке обсуждать как раз исследования для образования. Вот когда вы говорите про педагогические исследования, вы говорите именно про педагогические исследования и насколько здесь есть уже готовность, например, к междисциплинарности. Я социолог, и, например, для меня сейчас это новое поле, да, узнать, что такое педагогические исследования. Но когда вы говорите сейчас и говорили, это только педагогические исследования или уже шире? Ну, можно я попробую очень коротко. Когда мы говорим об исследованиях в области педагогики и теории образования, мы говорим об исследовании образовательного процесса, педагогического процесса, там, где предметом нашим, объектом, а последующим предметом является, собственно говоря, образовательный процесс. В этом плане социология для нас, с одной стороны, это очень значимый метод, это инструмент. Социологическое знание об образовании для нас очень важно. И, конечно, мы сегодня говорим о том, что приличное педагогическое исследование носит характер междисциплинарности. Оно включает в себя социологию, оно включает в себя психологию. Приличное исследование не может не опираться на философское знание, опять же, в контексте ценностно-смысловой акцентации. Ну и оно является во многом цифровым. Спасибо. Я увидел и услышал в этом одну важную проблему, что, наверное, в современном мире каждая наука, она должна неким образом манифестировать свою методологию, потому что эта задача, она действительно отсутствовала в ситуации монодисциплинарности 30, 40, 50 лет назад, но сейчас мы должны действительно иметь язык, на котором мы говорим с нашими коллегами, поясняя, что именно, какова наша предметность, какова наша проблемность. Коллеги, ну и, наверное, последние по минуте, кто хотел бы что-то сказать обобщающее, интегрирующее, осмысляющее? Пожалуйста, Анна Олеговна. Два момента хотела подчеркнуть. Мне кажется, очень важно в данном случае, на данной ступени, где мы сейчас находимся, поговорить о доверии общества к тому, что сейчас происходит. Нам очень нужно доверие обществу, мы должны быть очень серьезными и честными перед обществом, чтобы это доверие дальше продолжать заслуживать. И второй момент. Что бы мы ни делали, все равно мы должны говорить о благополучии человека в планетарном масштабе и к этому вести исследования в частности. Спасибо. В первом номере учительской газеты, который вышел почти 100 лет назад, 3 октября 2024 года, есть потрясающая статья Анатолия Васильевича Луначарского «Учитель, учись». Собственно, это перефраз Ушинского. Учитель, который перестает учиться, перестает быть учителем. И там один абзац посвящен, что такое хороший учитель. В Луначарске в 2024 году пишет, это не тот учитель, который хорошо знает свой предмет. Это тот учитель, который хорошо знает свой предмет и еще знает, как это знание донести до ребенка через разные технологии, в том числе и игру. Собственно, прошло 100 лет, мы возвращаемся к игровым технологиям. Вы прекрасно знаете, лучше меня, вы исследователи, что первое десятилетие советской власти – это прорывные вещи в педагогике. Вот мне бы очень хотелось, чтобы на эти прорывные вещи посмотрели исследователи сегодня, но под новым углом, под новым взглядом. И последнее. Работы Надежды Константиновны Крупской изучает в 10 зарубежных педагогических колледжах и вузах. Я думаю, что это неплохой для нас сигнал. Да, я могу сказать. Или после вопроса. У вас короткий вопрос? Нет, у меня не вопрос, у меня обсуждение. Давайте, наверное, тогда оставим его на кулара, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я себя поймал на мысли, что насколько важны… Вот у нас была пандемия, да, потом у нас сейчас цифровая пандемия, потому что мы, так скажем, общаемся друг с другом посредством всяких мессенджеров в большей степени. И насколько важно иметь постоянные площадки для обсуждения таких вопросов. Причем я очень благодарен организаторам, что здесь можно было, по крайней мере, присутствовать на Казанском форуме и рассматривать, быть на заседании ФУМО, рассматривая вопросы организации учебной деятельности и стандартов, и в то же время не упускать вот такие важные моменты научно-исследовательской повестки, которая должна вот эти трансформационные процессы сопровождать. Ну и вот подобного рода мероприятия, они, конечно, в том числе должны способствовать созданию вот таких наших коллабораций, видимо, людей, которые и должны, не только могут, да, но, наверное, и должны влиять на процессы, заявленные в сегодняшней теме. Спасибо, спасибо. Я очень благодарна за возможность участвовать в работе этой площадки. И хотела бы здесь в завершение, в случае своей части, сказать, что российская педагогическая наука имеет глубочайшую традицию и мощнейшие методологические, теоретические результаты. Мы живем в эпоху пересмотра многих традиций. Что-то забывается, что-то не востребуется. Но, возможно, в той самой гигелевской логике, когда у нас есть тезис, антитезис и синтез, мы пришли к синтезу. Я выражаю надежду, что мы не просто вспомним, мы восстановим, мы возродим нашу педагогическую науку на новом, еще более сильном этапе. И это способно стать фундаментом, возрождающим и усиливающим всю систему отечественного высшего образования. Поэтому мы к этому стремимся, мы в этом направлении идем. И я очень надеюсь, что в этих наших усилиях мы будем все вместе. Спасибо. Уважаемые коллеги, у меня будет три, как говорится, попытки, три фразы сказать с точки зрения завершения. Первый, Александр Григорьевич, огромное вам спасибо за эту инициативу, потому что для себя на бюрократическом языке я бы это сформулировала так. Как можно больше внимания направлению 5.8.7. У нас с вами есть направление, которое называется исследование в области профессионального образования. В данном случае мы сузили рамку педагогическое образование. Это бесконечно интересное направление. Там очень мало исследований сегодня делается. Очень мало кандидатских, очень мало докторских. И это, конечно, наша управленческая ошибка. Есть вторая вещь, о которой мне также бы очень хотелось сейчас сказать друг другу, что я прекрасно понимаю, так же, как и вы, что самую большую пользу из этого мероприятия извлекли мы. Может быть, вы. Ну, потому что легче всего это сидеть, говорить, бросать реплики, восхищаться соседом. И самая сложная работа, я вас прекрасно понимаю, сидеть и слушать. Слушать, когда внутренне возникло сопротивление, непонимание, ощущение, что я бы сказал, ярче, сильнее здесь, не точно. Я прекрасно понимаю, какую сложную работу сегодня выполняют все, кто сидят в зале. Поэтому я точно могу сказать, чем чаще мы разговариваем с друг с другом, чем чаще мы оказываемся, извините, на панели, тем каждому из нас становится легче понимать, что он думает и понимать, что думают окружающие. Ну, и не потому, что впереди день рождения Канта, а потому, что я целиком и полностью солидарна. Это тема доверия и понимания. Вот когда нам кажется, что мир устроен не так, и кто-то злонамеренно делает что-то, что ухудшает нашу жизнь, в роли обывателя мы можем себе позволить так думать. Это нормально, сидеть, брюзжать, говорить, это они опять, в роли ученого и исследователя. Мы так думать не имеем права, потому что мы с вами, ученые и исследователи, существуем в этом мире для того, чтобы понимать, ему создавать инструменты для самопонимания, ему создавать инструменты для самоуважения и развития. И эта миссия исследовательская, мне кажется, для нас очень важна. Я точно убеждена, что мы сегодня сделали небольшой шаг вперед к ее воплощению. Спасибо огромное. Я думаю, что наше общее, огромное чувство признательности к каждому из сидящих напротив, к каждому из наших многоуважаемых экспертов. Ну и, безусловно, Елена Ивановна, это абсолютная ваша заслуга. Да, вы против? Тогда в завершении еще одно понимание того, чего не хватает российскому образованию. У нас есть университет имени Канта, наверное, нам не хватает университета имени Спиноза, потому что идея не смеяться, не плакать, но понимать. Спасибо огромное всем за участие. Спасибо нашим экспертам. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.